Четыре золота и два серебра. Таков итог выступления дагестанских тай-боксеров на чемпионате и первенстве мира в Таиланде. На родине триумфатором устроили торжественную встречу. Тему продолжит наш спортивный обозреватель Курбан Рагимов. Улыбки и объятия родных. Новоявленных чемпионов мира встречают около сотни болельщиков. Для 18-летнего Гусейна Алиева золото в Бангкоке дебютное в карьере и первое в истории хасавиртовских тай-боксеров. Весной Гусейн выиграл золото на чемпионате страны и теперь уверенно заявил о себе на весь мир. На родине тайского бокса Алиев провел пять поединков. Всего за награды в столице Таиланда боролись около тысячи спортсменов из 120 команд. Помимо Гусейна Алиева лучшими признаны юниоры Шамиль Шахов и Гамид Исаев. В шаге от золота остановились Магомед Хан Ибрагимов и Али Алиев. А Гаджи Меджидов из Кизляра поднялся на высшую ступень пьедестала чемпионата мира во второй раз. Я рассчитывал, что у меня будет полуфинальный самый сложный, потому что я с этим спортсменом встречался в 2019 году в финале. Он очень сильный соперник, но мне, честно сказать, с ним было не так сложно в этом году боксировать. И в финале он мне выдался сложнее боя. В честь приезда героев чемпионата мира был организован митинг. Здесь с поздравлениями и пожеланиями к тримфаторам обратились представители Минспорта, Федерации тайского бокса и спортивных школ республики. Благодаря вам наша республика процветает. Все нашу республику знают, как спортивную державу уже каждый год, каждым разом наши чемпионы увеличиваются. И дай Аллах, чтобы всегда так и было. Ну вот эти вторые места тоже были ближе к победе. Из-за этого расстраиваться не стоит. Говорю своим пацанам, ученикам. Завтра, послезавтра еще есть соревнования чемпионата мира и Европы. И будем готовиться лучше и будем выступать, как говорится, достойно. Награды дагестанских тайбоксеров помогли сборной России финишировать первой в общем зачете. Всего в копилке команды 108 медалей, завоеванные в шести разных дивизионах. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.